Приветствую вас, мои ласточки! Сегодня с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладное я». И сегодня мы с вами будем говорить о том, как женщины, увлекаясь одной ролью, забывают о самом главном и теряют то, что для них на самом деле важно. Нагнало тумана, правда? Но по-другому можно сказать о том, что я сегодня буду вам рассказывать. Это игра в «Поймай меня, если сможешь». В чем она заключается? Женщина, начитавшись книг, насмотревшись фильмов, наслушавшись советов, увлекшись этими советами, проникнувшись до глубины души, начинает играть в игру «Поймай меня! Я такая вся из себя замечательная, неуловимая, я такая недоступная, я такая, я такая, поймай меня!» И начинается почти как в анекдоте про неуловимого Джона. Знаете, кто его ловит? А никто, потому что он никому нафиг не нужен. И вот то же самое практически начинается в отношениях с мужчинами. Почему? Потому что есть два типажа мужчин. Мужчины, которые настроены на отношения, и мужчины, настроены на побегать. Но вот, к сожалению, это правда. Потому что когда вы начинаете бегать от мужчины, когда вы начинаете с ним играть вот в эту игру «Поймай меня, если можешь», что вы ему демонстрируете? «Мне нравится убегать, мне нравится, когда меня догоняет». Но если мужчина настроен на отношения, он уже хочет поймать, и уже никуда не бегать, а вы все бегаете и бегаете, бегаете и бегаете. Раз убежали, два убежали, три убежали, 25 раз убежали. И он думает, да ну ее нафиг, ну пусть себе бегает, может ей я даром не нужен, может ей другой мужик нужен. И отступает. А охотник наоборот, он входит в азар, и он начинает догонять. И вот он гоняется за вами, гоняется. И пока вы, чем дольше вы от него бегаете, туда-сюда он за вами имитирует гонки, тем больше вы входите во вкус, привыкаете к нему. Но у вас же в голове была задача, я же замуж хочу, или я хочу серьезных отношений. И вы проникаетесь эту роль, вот этим вот, сильно-сильно до глубины души, он за мной гоняется, значит мы уже начинаем отношения. А у него нет, у него игра, я бегаю, греюсь, разминаюсь, красуюсь, других привлекаю, бегаю. У него процессы, он на него настроен. И что получается? Женщина думает, ну вот сейчас он меня уже последний раз догонит, я уже сдамся, я вывешу белый флаг, и он мне скажет, все, в ЗАГС, или у нас серьезные отношения, у нас все по-настоящему. А он думает, ну все, поймал, уже неинтересно, кого там еще подогонять. И он начинает скучать и смотреть по сторонам, потому что он не заточен на отношения. Ему отношения не важны как таковые, ему важно побегать. И вот когда женщина понимает, что если она сильно увлеклась убеганием, это, ну, во-первых, говорит о том, что у вас внутри что-то не так, вы уклоняетесь от отношений. Если вы все время убегаете. А если мужчина предпочитает не строить отношения, а бегать, догонять и говорит, что ты не создаешь мне необходимости за тобой гоняться, ну, это значит, что мужчину привлекает только подогонять. И тут уже выбор за вами. Но никогда не путайте мужчину-охотника, догоняльщика, потому что как только он вас догнал, у него в голове галочка стоит, я свое дело сделал, план выполнил, реализовался на 100%, больше эта женщина меня не интересует. И если вы готовы всю жизнь от него бегать, создавать у него хотя бы иллюзию этой гонки, если она вас не задолбает через пару месяцев, можете, конечно, продолжать. Но если вы не готовы, если вы мечтаете о спокойных, хороших, комфортных отношениях, то подумайте, стоит ли устраивать эти гонки с самого начала с выносом мозга себе и ему. Может быть, вы потеряете стоящего мужика, который не захочет за вами бегать? Итак, выбор за вами. Кого возле себя держать, охотников или мужчин с серьезными намерениями? А с вами была Алла Касаткина. Есть вопросы, пишите здесь, в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Там есть внизу кнопочка, где можно подписаться. Ставьте нам лайки, мне будет очень приятно. И я буду понимать, что я снимаю для вас действительно ценные и важные видео. Ну и до встречи в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки. С вами была Алла Касаткина и проект «Ладная я».